Это как раз тот случай, когда хочется говорить дневник в солнечных очках, потому что яркий свет и сильная усталость, надо признать. Сегодня я, как обычно, ночью мало спал, потому что я здесь мало ночью сплю. Не знаю, мне кажется, что это из-за того, что у нас солнце бьёт в 4 утра в окно, ну может в 5. Так, что я говорил? Неважно, я лучше скажу, что ложусь я так поздно, потому что YouTube мне предложил посмотреть старую передачу «Поле чудес», юбилейную, с Владом Листьевым и звёздами разными. И я сначала хотел сказать, что о, какие были времена, о, как они за плеер боролись, да за пылесос, а сейчас, наверное, то же самое. Это просто такой формат передачи, поэтому это всё выглядит всегда необыкновенно. И мне было, кстати, очень интересно, я не мог остановиться смотреть. Ну, ещё, конечно, на лица людей в те времена, те лица посмотреть тоже хотелось. Не знаю, почему я это раньше не смотрел. Вот, теперь посмотрел, но только больше устал. На самом деле, я сегодня, ну, начну с того, что, когда я пришёл заниматься в 9 утра, не в 8, там не было ключей. И мне охранник говорит, что вчера все не сдали ключи. Все. И я нашёл там кого-то, какие-то комнаты людей, которые не сдали ключи тоже, и у которых написано, что они не сдали. То есть, они не написали, что они их сдали. И поэтому я пошёл, как-то постучал, но потом подумал, ну, я сейчас в 9 утра кого-то бужу. Это же какой-то кошмар. И поэтому я додумался очень сильно не стучать и спустился. Оказалось, что все ключи кто-то принёс. Так что их брали, видимо, по делу, по какому-то. Ну, я бы мог уже к тому времени кого-то разбудить. Но это вообще не суть истории. Суть истории началась, вот, она тянется уже много дней. И ночей, главное. И то, что я вчера ночью звонил этим шторщикам, и они сказали, что позвонят мне сегодня в 3 по поводу скидки. Потому что я просил скидку на основании того, что жду очень долго этих штор, которые бы мне затемнили окно, чтобы я спал лучше. Лучше. Наверное. Наверное. И, в общем, что я говорил. Что мы договорились, что сегодня в 3 мне позвонят по поводу скидки. А ещё есть один человек, который мне как-то написал, что, может быть, у меня болит голова из-за рациона. И тогда я перестал есть подсолнечное масло, и у меня оно стало меньше болеть. Гораздо перестало фактически. И тогда я у этого же человека спросил по поводу штор. И он мне сказал, ну, сходи в ЦСКА, в магазин. И я пошёл, точнее, да, я пошёл в ЦСКА, но я не знал, в какое время мне лучше идти, потому что в 3 мне должны позвонить по поводу скидки. И если я узнаю, какие цены в ЦСКА, и мне позвонят и скажут, какая скидка, тогда я смогу выбрать, что мне лучше. Потому что либо быстро, но дороже, а может быть, даже и дешевле, либо дольше, но дешевле, а может быть, даже и дороже. Неужели я смог это сформулировать в такое-то время суток? Да, замечательно сказал. И я не знал, с каким мне пойти в этот ЦСКА, и решил, что я приду прямо к трем туда, ну, чуть-чуть раньше. Да что ж такое у меня эти красивые лысины? Неважно. И сначала узнаю там цену, и если мне позвонят примерно в то же время тогда, если будет, будут условия хуже, я смогу прямо там и купить. Пришел я к трем, там не оказалось обычных штор, только рулонные. Именно в том магазине, в другом ЦСКА говорят, что есть обычные шторы. И... А у меня здесь есть карниз. И... Я, собственно, ушел. По дороге смотрю, какой-то огромный магнит стоит. И зашел этот огромный магнит, и мне звонят. И говорят, что скидка будет только на доставку, которую сделают бесплатной. А это... А, еще сказали, что к ним придут эти шторы от человека, которому они по ошибке отправили их. Вот они... Отправили мои шторы другому человеку. И... Вот к ним эти шторы вернутся только 19-го. А сегодня 15-е. Было. И... То есть... Пока эти шторы ко мне придут, у нас уже ночи станут темнее. Хотя мне и днем нравится поспать иногда. Вот сегодня я днем не спал. И... Очень-очень устал. Очень-очень устал. Ну, еще и ходил. И это далеко все было. И... В общем... Мне это все сказали. Я в магните тоже начал что-то крутиться зачем-то. Что-то спрашивать, искать. Потом начал искать просто магазины по пути. Что-то в интернете там копошился. Все магазины закрыты, естественно. То есть, то, что ЦСКА открыт, это как бы... Хорошо. А вот остальное все закрыто. И... Кто-то у нас ходит там. Вот. На это ушло очень много сил. Потом я пришел в какой-то магазин с велосипедами. И говорю, дайте коробку. Они говорят, берите. Я говорю, а вот нет. Мне сначала надо рис купить в ленте. И потом еще говорю, а еще я сначала зайду в фикс прайс. Потому что там могут быть какие-нибудь такие... Эти пленки наклеивать на окна. Вообще, на самом деле, у меня уже два раза за сегодня возникала серьезная идея купить черную краску и закрасить это окно вообще. Но я так не сделал, потому что это порча имущества. Не моего, а государственного. Я живу в государственном общежитии. И... Зашел я в фикс прайс. Там какие-то наклейки есть. Такие вот обычные наклейки. Стоят, кстати, дешево. Там 50... А, 99 рублей или типа того. Какие-то рулончики такие. Но мне не понравилось, что я заклею. И у меня не будет вот этого прекрасного светлеющего вида. Ой. Я имел в виду вот так вот, через верх показать. Я случайно показал там какую-то стену непонятную. Я не скажу, что там. И, в общем, вот что делает человек от усталости. Надо вспомнить, где я остановился. В общем, да. Я хотел, чтобы все-таки была возможность открыть окно. Ну, не открывая его. Что я имею в виду? И... Тогда я пошел за рисом. И потом пришел в этот магазин с велосипедами. Говорю, мне эту можно, да, только? Или можно какую-нибудь побольше коробочку? И мне говорят, да вот, берите вот большую. Я пришел с этой большой. У меня уже болели ноги. У меня, кстати, и сейчас болят ноги. И... Уже еще и заболели руки из-за этой коробки. Потому что она была большая. Я ее еще и колотил о землю. Потому что она большая. И... Пришел тут тоже. Я уже... Я уже не знаю, что с этим коронавирусом. Я принес какую-то эту влажную салфетку. Начал что-то обтирать эту коробку. А у нас эти салфетки такие все на спирту. И такой уху-ху запашок пошел. Я, конечно, сразу же выкинул салфетку. А коробку оставил. И... Начались, в общем, эти дела. Я начал эту коробку как-то сгибать, пытаться. А это невозможно. Просто взять силы согнуть коробку такую. Невозможно. Я только потом понял, как это делать. Сначала я, чтобы ее согнуть, так ножом делал дырочки. И по дырочкам сгибалась. Потом я эти части вообще отрезал. И в итоге научился сгибать. Надо так пальчиками подгибать вот эти вот штучки местно. Вот так вот просто взять и ровно согнуть картонку. Это вообще невозможно. И что-то вроде получилось. Сейчас я буду устанавливать эту картонку и ложиться спать.